Чем живет казахстанская наука сегодня? Многие научные работники воспроизводят то, что уже давно не имеет к рынку никакого отношения. Не секрет, что за 20 лет мы чуть-чуть потеряли свои позиции. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Инновационный бум, между прочим, совпал и с глобальными изменениями законодательства. Уже осенью в Можилис поступит законопроект о коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности. Если по-простому, в нашей стране с 2016 года ученые смогут зарабатывать на своих разработках, как в некоторых зарубежных странах. Там люди умственного труда живут в достатке и не копят годами на микроскоп. Это позволяет, во-первых, человеку заработать. То есть система мотивации заниматься вообще научной работой. Это система мотивации и система куда, для чего это. Когда виден конкретная тропинка, что вот есть определенная востребованность внести к газовом секторе. Вот если я сделаю это, и вот у меня все инструменты есть, чтобы вывести это и заработать на этом. Вот эта система мотивации позволит именно развивать нашу систему. Естественно, защита интеллектуальной собственности должна быть учтена. Закон защитит ученого от практики, когда все лавры за изобретение получал вуз или институт, где он, собственно, и трудился. Но что ученому хорошо, бизнес страны озаботился тем, что форсированно выполняя президентское поручение, создатели забудут об интересах предпринимателей. Как бы, чтобы в итоге у нас не получился закон, написанный учеными, для ученых, из-за ученых, потому что ученые через ученых и так далее, и так далее. Чтобы как-то все-таки, даже не как-то, а большинство интересов там были заложены именно бизнеса. Иначе просто это будет кусок бумаги очередной, который просто будет лежать на полке. У нас, к сожалению, есть такие законодательные акты, которые, в принципе, в практике не работают. Да, есть закон, есть, но он не работает. Скепсис в отношении чиновников от науки, в принципе, ожидаем. В 2000-х, когда большими деньгами в науке и не пахло, государственную поддержку получали лишь около 300 институтов и лабораторий. Сегодня налогоплательщики помогают изобретать уже сотни тысяч коллективов отдельным разработчиками и командами исследователей. Впрочем, практического результата пока нет. Сейчас у нас происходит в науке очень негативный процесс, фактически. То есть государство увеличивает финансирование науки, государство финансирует какие-то научные проекты. Что является окончанием научного проекта, государственного заказа по науке? Его окончанием является научный отчет, который защищается у заказчика. То есть получается такая ситуация, если сам заказчик не примет научный отчет, то он, получается, как бы неправильно отдал деньги. То есть мы заведомо видим, что эта система не работает. Однако в самом Министерстве образования и науки заведомо безрезультатную работу отрицают. В экспертные советы последние четыре года входят иностранные специалисты, а научную степень сегодня за деньги вроде как не купишь. Вот только результаты отечественных научных разработок все как-то не примерить, не пощупать. Государственная научно-техническая экспертиза, аналогов которой нет. Благодаря тому, что привлекаются зарубежные ученые, благодаря системе открытости, теперь же это все публикуется, теперь это все размещается на сайтах, уже само научное сообщество становится тем самым, скажем, наблюдателем, критиком, который говорит, вот этот проект был написан 20 лет назад. Вот этот проект имел вот такой-то результат тогда-то. То есть, ведь суть выстроенной модели заключается именно в том, чтобы потихоньку отходить от старых стереотипов и формировать совершенно новые. Чтобы заниматься наукой по-новому, многим придется навсегда забыть о грантоедстве. Это когда за один и тот же проект светила отечественные науки, год за годом получает государственную поддержку в различных ведомствах. Да, практически тогда ты как стартап, ты садишься на грант. Это бесплатные деньги, без особых обязательств. Ну и будешь двигаться от гранта к гранту. Зачем тебе выходить на какой-то рынок? Да? Просто ты один грант получил в одном источнике, приходишь в другой источник, получаешь другой грант. Да? Ну, практически, да. Это такая кормушка. Борьба государства с научным очковтирательством принимала порой и весьма четкие ориентиры. К примеру, настоящим прорывом аналитики называют создание двух инновационных зон на карте республики. В первом 2006-м запустили технопарк Алатау близ Алматы. Условия специальной экономической зоны, налоговые скидки, отмена некоторых таможенных пошин, копеечная аренда помещений и земельных участков. Эдакая казахстанская Кремниевая долина. Сегодня здесь работают более 150 компаний. Занимаются IT-технологиями, коммуникациями и альтернативной энергетикой. Алатау – один из немногих государственных научных проектов, вышедших на самоокупаемость. Если сравнивать по финансово-экономическим показателям, то в пятидесятку лучших парков, научно-технических, либо каких-то инновационных, мы, я уверен, что входим. Потому что за 10 лет мы полностью окупили себя, все те инвестиции и вложения в парк окупили именно налоговыми числениями. Несмотря на то, что здесь работает специальный налоговый режим. Это предприятие стараются показывать поменьше. Здесь производят комплексы связи для армии. Именно производят, основываясь на разработках израильских партнеров. Кроме военных заказов, компания намерена выпускать и трекеры для транспорта. В общем, хороший пример технологического импортозамещения. Налогов только за прошлый год здесь выплатили более 600 миллионов тенге. Но даже такие успешные инновационные производства сталкиваются со вполне банальными проблемами для отечественного бизнеса. Конечно, хотелось бы, чтобы все-таки как-то более пересмотрели законодательную базу, там, таможенную, налоговую. Что на самом деле есть некоторые вещи, которые противоречат друг другу. И этим самым вопросы решаются, но, несмотря на это, это затягивается. И конкретно в нашей виду деятельности это очень мешает, потому что это сроки. Мы постоянно боимся и переживаем сорвать сроки, так как мы исполнители гособоронзаказа. Это очень проблемно для нас. Это репутация. Да. Если мы срываем гособоронзаказ, мы просто вылетаем из него на три года. Если иначе, то рапортуя о создании тепличных условий и полном отсутствии проблем, чиновники несколько недоговаривают. Нурлан Джанибеков, личность в отечественной IT-индустрии, весьма известная. Его компания предлагает сегодня более 400 наименований продукции и целый пакет технологических решений. Но вместо поддержки казахстанского производителя, национальные компании пока делают выбор в пользу мировых гигантов, безбожно переплачивая. Если была бы все-таки протекция у государства, у чиновников, которые ответственны за именно вопрос развития, да, оказываются действия. Если бы эта протекция была, если бы она работала, если бы не было страха, да, что завтра вас обвинят в чем-либо, то мы бы ушли вперед. То есть можно сказать, что какие-то возможности упущены. Устав стучаться в закрытые двери, компания бизнесмена Женибекова планирует уходить на соседние рынки. Там, правда, придется бороться с теми, кого наше государство сегодня активно поддерживает. Ведь у соседей в России, КНР и Иране импортозамещение высоких технологий стало частью национальной политики на деле. Нам не нужна поддержка там в качестве льгот, каких-то грантов, денег или еще что-то. Нам нужна именно поддержка в плане заказов. Есть заказ, есть наполнение производства объемом работ. Вот люди сидят и работают. Нет сокращений, нет коротких дней, нет там всего остального. Вторым островком инноваций и хай-тека в республике стал Назарбаев университет. Учебное заведение и так возглавляет всевозможные рейтинги лучших внутри страны. Тут еще и активная поддержка государству для создания своего технопарка. За пять лет здесь с нуля запустили свой исследовательский центр. Местные ученые не живут стереотипами советской науки. При Союзе наука больше разрабатывала ракеты и танки, а тысячи сотрудников всевозможных НИИ занимались всем, кроме практических исследований. Когда даже шутили так. Наука это удовлетворяет свое любопытство за счет государственных средств. Поэтому такая вот модель существовала, и она была абсолютно неприемлема для рыночной экономики. Я вам скажу, даже в Америке это не так давно началось. В 60-е годы советник президента Ван Аварбуш, он предложил реформировать полностью американскую науку, именно ориентированную на рынок, чтобы рынок потребовал наукоемкую продукцию. Благодаря советской модели с упором на фундаментальные исследования появились десятки нобелевских лауреатов. Американский же подход обернулся внедрением новых технологий. Кто бы победил в этой гонке, существуя страна советов сейчас, угадать сложно. А уникальные изобретения из истории независимого Казахстана не раз признавались копиями уже существующих. Инновация пока у нас на очень ранней стадии. Говорить, что мы тут что-то уже сделали, это, я бы сказал, единичный случай. Пока нет массового. И нет понимания в обществе, что такое инновация. На самом деле много слов говорится, но глубокого понимания нет. Больше инноваций должно было стать благодаря индустриальным пятилеткам. В стране за последние пять лет были построены новые, высокотехнологичные производства. Вот, к примеру, Павлодарский завод пластиковых изделий. Эти самые изделия не выпускал бы, если бы не государственный грант на покупку оборудования. Отечественные банки и кредиты под инновации дают не особо. А благодаря господдержке у этого завода сегодня и программа импортозамещения работает, и новые рынки открываются. Это и литье, и термоформование, это и пластиковая посуда, и пленки всевозможные, и пластиковая упаковка, и даже дальнейшие спецпластики на основе полипропилена. Дальше можно производить полимерные автомобильные компоненты. Огромный спектр широких пластиковых изделий. Теоретически в третью, четвертую пятилетке на отечественных предприятиях уже надо будет внедрять отечественные же разработки. Чужое оборудование дорого и не всегда нам подходит. Развитые страны иностранных, к слову, не покупают. Тот же Китай, который начинал с простого копирования образцов, сегодня экспортирует оборудование на десятки миллиардов долларов. Хотим мы это или не хотим, все равно наукой заниматься необходимо. Потому что чем больше усложняется промышленное производство, тем больше и больше возникает технологических вопросов. Чем меньше технологических вопросов мы решаем сами и отдаем на откуп другим сторонам, тем ниже рентабельность собственного производства, которое организовано даже при помощи любой западной технологии. Поэтому мы не сможем никакое производство не сопровождать, не запустить, не вообще правильно осмыслить и просчитать, если мы не будем сами иметь и определенный класс научных сотрудников и правильную подготовку. А если хорошенько покопаться, то можно найти и отечественных ученых, и отечественное изобретение, за которое стыдно перед мировыми светилами не будет. Профессор Каирнусупов заведует лабораторией нанотехнологий. Последние 10 лет посвятил альтернативной энергетике. Опустив подробности, КПД самой дешевой солнечной батареи, после того, как над ней поработают в этой лаборатории, вырастает почти в два раза. Использовать ее можно в космосе, в Арктике или у себя дома. Иностранные компании не раз и не два предлагали профессору за разработку большие деньги. Но Носупов оказался упрямым патриотом. Сегодня собеседник грустно шутит. Дожить бы до промышленного производства в родном отечестве. Значит, сделать у нас при той чиновнической системе, которая сейчас у нас создана, что-то делать в массовом масштабе, это очень тяжело. Мы, значит, не доживем, будь бы живым. Мы хотим, значит, представить экспонаты на Х-18, а потом в небольших количествах создавать экспортную продукцию. В мощности, как в лаборатории называется, мы создадим пилотную линию. Она рассчитана не на массовый масштаб. Спасти такие проекты может только большой бизнес. Но он как-то больше привык поближе быть к нефтекачалкам, медкомбинатам и банкам. А высокие технологии используют разве что для создания комфорта. Хотя многие отечественные продукты прямо сегодня готовы выйти на рынок. Этот, к примеру, проект по производству наплавочного порошка проходит испытание. Его использование способно чуть ли не революцию произвести в тяжелом машиностроении и сэкономить миллионы долларов потребителям. После нанесения смесь почти вдвое продлить срок службы деталей. Волшебным порошком уже заинтересовались железнодорожники. Трудно представить, наверное, все отрасли народного хозяйства. Здесь есть машины и механизмы, которые изнашиваются, требуют восстановления. Значит, можно этим методом делать. Потому что сама простота. Не надо уникальное сложное оборудование. Сам применяемый энергетик, допустим, пропан, кислород везде есть. Во всех хозяйствах, во всех ремонтных мастерских. Это в основном технология, предназначенная для ремонтного производства. Инновации признаны и метод получения, и даже состав. Иностранные аналоги казахстанская разработка обходит на порядок. Но, к сожалению, пока гордо сидит на полке. Еще одно наше изобретение – уникальная огнеупорная жидкость. Абсолютно безвредна для человека и окружающей среды. У американцев на создание подобного продукта ушло не одно десятилетие. Если использовать отдельные компоненты минеральных удобрений, такой эффекта не достигается. То есть достигается эффект за счет комбинирования. То есть комбинирование именно к определенной концентрации каждого вещества. И только после этого достигается вот такой эффект огнезащиты. Есть среди отечественных ученых и те, кто смог самостоятельно выйти на рынок. Это первый отечественный фильтр на основе технологии трековых мембран. Разработан с применением нанотехнологий. В развитых странах подобные фильтры используют медики. У нас его покупают спасатели. Коммерциализация изобретения помогает ученым не только не задуматься о хлебе насущном, но и самим зарабатывать деньги на будущее исследование. Вообще-то очень актуально. Это хорошо. Не как раньше мы что-то производим, изобретаем, можно сказать, и это все остается на полках. А здесь уже мы изобретаем, мы продаем, получаем за это деньги, и можем эти деньги пустить на дальнейшие исследования. Это очень хороший процесс, можно сказать. Команде алматинских программистов удалось создать адаптеры, мобильное приложение, которые позволяют контролировать потребление электроэнергии бытовых приборов. Пока приложение доступно на базе Android. Самое удивительное другое. Ребята попали в мировой тренд. Несколько мировых производителей уже выпустили бытовую технику, потребление энергии которой можно контролировать дистанционно. Но универсальной программы, которая бы работала с приборами всех производителей, пока нет. Возможно, что казахстанский проект будет вскоре куплен. Если так говорить, у нас два программиста, которые у нас работают, они входят в топ-10 программистов Казахстана по рейтингу CodeForce. Один из них сейчас находится в Гугле на интерншипе. То есть это очень мощно. Ну, суть в том, что сейчас он работает на аутсорсе. А так команда очень слаженная, мы все друзья. Ну, и суть в том, что мы прошли через многое. За эти четыре года мы учились вместе, мы участвовали во многих конкурсах, в различных мероприятиях. То есть выиграли более десяти конкурсов. И каждый раз наша команда показывала, что это очень слаженный механизм. И мы можем доверять друг другу. Поддержка молодых стартаперов вообще сегодня мировой тренд. Целые страны борются за привлечение талантливой молодежи. В Казахстане в этом году даже изменили формат национального конкурса инноваций, впервые допустив к участию команды из-за рубежа. Я думаю, у нас есть хорошие шансы привлечь те же стартапы из Украины, Белоруссии, Сибири, Центральной Азии. То есть не надо ограничиваться ресурсами только Казахстана. Нужно смотреть чуть-чуть шире. Это в принципе входит в политику, когда мы говорим «шелковый путь». Казахстан – это часть. Но почему она должна быть часть в консолидации ресурсов? Зачем себя ограничивать этим? Мы должны собирать отовсюду и привлекать тех, кто нам интересен. Согласно мировой статистике, коммерчески успешным может оказаться один из сотни стартапов. И только один из тысячи приносит баснословные прибыли. Чужие мозги Казахстан привлекает не от хорошей жизни. Перспективных проектов с местной прописки у нас наберется всего пара десятков. Хотя, может, плохо ищем, а может, плохо свои тренируем. Сейчас у Казахстана очень отличная, хорошая, выгодная позиция. С учетом того, что в последнее время изменилась ситуация, как вы знаете, и в Украине, и в России. И огромное количество IT-компаний, огромное количество и стартаперов, и предпринимателей, и инвесторов. Они ищут хорошие площадки, они ищут правильную территорию, где можно развивать свой бизнес, где можно дальше строить правильные взаимоотношения. И сейчас, как мне кажется, очень хорошая политическая, геополитическая ситуация у Казахстана. Потому что, знаете, это как в Швейцарии, которая всегда держит нейтралитет, со всеми дружит, со всеми прекрасные отношения. Отчасти благодаря стартапам в стране помолодели ученые. Еще десятилетия назад отечное светило науки было от 45 лет и старше. Как факт, потому что из наших 65 проектов, проектов 15, это люди до 35, даже до 30 лет. Есть специалисты, которые являются руководителями проекта, руководителями научных коллективов. А ребята только буквально вышли из университета. 23, 24, 25 лет. Такие тоже ребята есть. Сегодня на науку из бюджета уходит чуть больше 60 миллиардов тенге. Это 0,17% ВВП. В развитых странах этот показатель от 3% и выше. У нас несколько последних лет недропользователи обязаны были выделять на науку 1% своего совокупного годового дохода. В течение трех лет норма работать должна была бы, но она фактически, ну скажем, такая, что нигде не отслеживалась. То есть здесь можно делать разные выводы. И, соответственно, и статистика, официальная статистика, она не показывает, где все-таки оседает этот 1% недропользователей. Эти расходы совсем не бедных компаний будут с 2016 года тщательно отслеживаться. Правда, некоторые такую политику называют принуждением к инвестированию. Гораздо лучше, если с наукой у отечественного бизнеса все будет по любви. У нас, допустим, прослойка бизнес-ангелов, да, то есть людей с высоким достатком, которые дополнительно готовы и могут инвестировать в стартапы, у них такое режим, они в режиме ожидания. То есть есть государства, есть госагентства, которые вот это все, так сказать, это все поле, да, то есть спахивают, да, то есть удобряют. А мы подождем, мы подождем, когда, то есть мы пальцем не пошевелим, пока там что-то не срастется. Это тоже такая очень трусливая позиция, а потом они еще и ругают институт развития. Принятие закона о коммерциализации открывает новую страницу в истории казахстанской науки. От перехода на рыночные рельсы выиграют прежде всего ученые. Выиграет и государство, которое перестанет тратить астрономические деньги на прикладные исследования. Это очень много работы, именно вот, больше такой пропагандистской, что ли, информационной работы, чтобы объяснить, разъяснить, показать и доказать то, что без этого никак. Это очень много времени займет, поэтому, как бы мы не хотели бы, чтобы частники вкладывали в бизнес, бизнес вкладывал в науку все больше и больше средств, по факту это очень тяжело сделать. Степь. Нефть и вся таблица Менделеева. После того, как в нашей стране создадут высокотехнологичные бренды, узнавать ее начнут уже по ним. Как Франция ассоциирует с красотой и Эйфелебай-башней, а Южную Корею, к примеру, с передовыми электронными разработками. Какими будут национальные бренды, надеемся, скоро узнаем. Если очередная разработка вновь не станет точной копией уже существующей, по-настоящему перспективный проект не затеряется в кипе бумаг министерств из-за непробивного разработчика, умеющего изобретать, но не способного постичь все тайные подковерные борьбы за грант. Субтитры создавал DimaTorzok